Родной город – это и есть дом, и каждый житель может сделать его еще лучше. В последние годы Самара меняется кардинально. Строят новые школы и детские сады, спортивные комплексы, ремонтируют дороги и фасады домов. Город готовится принять чемпионат мира по футболу. Много работы предстоит в этом году. Но все это не ради одного события – преобразования, вклад в будущее жителей региона. И это вопрос к чемпионату мира. И в принципе не только к чемпионату мира. Это просто надо нам самим. Это будет потом работать. И я уверен, будет работать навсегда. Благоустройство Самары не ограничивается основными улицами и гостевыми маршрутами, подчеркнул губернатор Николай Меркушкин на встрече с учителями, врачами и творческим сообществом. Совершенно иной вид должны иметь и отдаленные уголки города, простые дворы и подъезды. И поучаствовать в этом может каждый неравнодушный горожанин. А проводниками между людьми и властью станут активисты в каждом микрорайоне. Подъезды, дворы, еще какие-то вещи, связанные в каждом конкретном случае. Чтобы эти люди могли мобилизовать других, объяснить другим. И поднять на решение тех задач, которые зависят от самих людей. Мы в свою очередь будем, насколько можем, помогать финансами. Первым этапом такой совместной работы станет весенняя уборка города. Жители Самары могут помочь создать комфортную, красивую среду вокруг собственных домов. В первую очередь для самих себя, своих детей и внуков. Кроме того, есть инициатива, что те дворы, где люди наиболее активны, власти будут и дополнительно благоустраивать. Сложность в том, что все преобразования приходится проводить в непростых экономических условиях. Региональное правительство сильно сократило собственные расходы. А в сфере социальной помощи в первую очередь поддержку оказывают тем жителям региона, кому она действительно необходима. Выплаты теперь осуществляют по главным принципам адресности и нуждаемости. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...